ВЫЖЕННАЯ КОЖА НА РУКАХ 38 лет со дня страшной техногенной катастрофы. Взрыв на Чернобыльской АЭС 1986 года разделил жизни многих людей на до и после. Сегодня у мемориала уже по многолетней традиции собрались те, кто своими глазами видел Чернобыль, спасал и помогал. Ведь радиация, ее же нельзя было потрогать, ее нельзя было на запах определить. Поэтому они шли выполнять свою работу. Большие человеческие силы были брошены на ликвидацию последствий страшной аварии. Тогда более 500 человек только из Одинцовского округа были призваны в зону катастрофы. Хочется сказать особенно о том трудовом подвиге, подвиге самоотверженности, подвиге, который показал настоящую искреннюю преданность людей своему делу, преданности своей стране. Алла Бородкина каждый год приходит к мемориалу с цветами. Катастрофа на Чернобыльской АЭС оставила неизгладимый след и в ее жизни. Алла Николаевна в зоне радиации провела целых два месяца. Работала медсестрой. Приходишь на дежурство, а уже мои все вышли из строя, все мертвые. И все это проходит через тебя. Это было невероятное явление. Просто невероятное. После возложения цветов уже традиционный забег. После легкой разминки все на старт. Бежали символичные 1986 метров. Составили компанию чернобыльцам волонтеры, студенты, дети и профессиональные спортсмены. Хорошо, что народ пришел, пробежал. Доступные всем 1986 метров. Можно и пройти, можно легонечко пробежать. Такая очень легкая дистанция, доступная каждому. Я, конечно, в медленном темпе бежала, но я не умею бегать вообще по факту. Но я с собой горжусь, что я не остановилась ни разу, что я прям пробежала полноценно всю дистанцию. Я от себя не ожидала, если честно. Настроение отличное мероприятие. Забег просто удался. Великолепный. Нет, вы знаете, более-менее нормально, более-менее нормально. Пока здоровье позволяет, будем бегать. Забег памяти в округе проводится уже в четвертый раз. По словам организаторов, задача такой акции не только помнить об этом тяжелом событии в нашей истории, но и популяризировать здоровый образ жизни. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Денцова».